В Самаре завершилась управленческая сессия для руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества». Напомним, что с 5 по 7 ноября в столице региона собрались более 300 человек со всей страны, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками. Финальный день, на котором подвели итоги сессии, завершился совещанием-семинаром с почетными гостями, в том числе и статс-секретарем, заместителем министра обороны Российской Федерации, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Она отмечает, за год становления фонда решены 1 миллион 660 тысяч вопросов. Моя задача как руководителя сделать так, чтобы моя команда не перегорела, чтобы у них хватало сил и себя держать в состоянии ресурсном и оказывать помощь тем, кто к нам приходит. Поэтому мы сейчас убедились, что это действительно единая, общая, сплоченная, профессиональная команда, которая поедет сейчас каждый в огромной нашей стране по своим субъектам и начнет реализовывать уже вот эти знания, вот эту информацию, которую получили здесь, уже в своих региональных подразделениях для того, чтобы нам расширять наши профессиональные качества. На заседании наградили руководителей фонда за их непростую и очень важную работу. Естественно, это болезнь те люди, которые самые добрые, самые выдержанные, самые сильные. И поэтому, в частности, видели хорошую практику в части трудоустройства, потому что мы в наших ребятах военнослужащих видим не только наших защитников, но и тех людей, которые будут двигать и развивать многие отрасли и направления развития нашей страны в дальнейшем. Мы видим, что действительно за время работы фонда в Привовском федеральном флиале более 150 тысяч людей обратились в эти фонды и выделились около 300 тысяч в год. Это, конечно, показывает масштабную работу. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также отметил, что с января 2025 года в каждом крупнонаселенном городе заработают центры трудоустройств участников СВО и ветеранов. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.